Здравствуйте, Ксения. Спасибо, что вы согласились сегодня обсудить такую важную тему, как сдача экзаменов. Это сейчас актуальная тема. У кого-то экзамены уже прошли, а у кого-то они только начинаются. И вот вы были уже и в роли студентки, когда сдавали экзамены сами, и в роли преподавателя. И расскажите, как изменилось ваше ощущение экзаменов с момента, как вы были студенткой, к моменту, как стали преподавателем? Здравствуйте, Николай. Спасибо огромное за предложение поговорить на эту важную тему. И прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я думаю, что мне стоит сказать, что я пока никогда не принимала экзаменов в таком виде, когда есть какие-то билеты, нужно их выучить и нужно воспроизвести то, что написано в билете. Экзамены, которые принимаю я, чаще всего это либо защита проектов, либо это какие-то другие формы работы. То есть часто это эссе, которое потом обсуждается с преподавателем. Вот в таком плане сейчас экзамены я принимаю, и это скорее такая форма более, наверное, дружелюбная, менее стрессовая для студентов. То есть те экзамены, которые принимаю я, но это ни в коем случае не говорит о том, что экзамены, которые скорее такие ответственно-тестовые или ответственно-билетные, что они каким-то образом другие или какие-то не такие. Я ни в коем случае этого не хочу сказать. То есть просто так сложилось, что те экзамены, которые принимаю я, они проходят в другой форме. Вот, но тем не менее, я думаю, что есть какие-то общие такие рекомендации, которые могли бы касаться всех, кто сдает экзамены, вне зависимости от того формата, в котором этот экзамен сдается. Вот, и что касается вот такого изменения отношения к экзамену, то, наверное, в среднем я не могу сказать, что я очень поменяла свое отношение к тому, что какой-то курс должен быть завершен вот такой формы, как экзамен. Единственное, что я уже сейчас как преподаватель стараюсь предупредить по максимуму все возможные вопросы, которые у студентов могут возникнуть к моменту, что это экзамены. То есть я стараюсь готовить какие-то короткие гайдлайны для того, чтобы предоставить такой сценарий подготовки, или какие-то там, может быть, общие рекомендации, которые могут быть полезны. Поэтому в этом смысле я, наверное, стала, может быть, более ответственно подходить к тому, чтобы создать ситуацию успеха для своих студентов. Хотя, конечно, может быть, кто-то из них поспорил бы сейчас со мной. Но когда я сама сдавала экзамены, то обычно, я не могу сказать, я проводила очень много времени за подготовкой к экзаменам, но чаще всего у меня как бы даже там родители те же говорили, ты там хоть готовишься, ты там что-то делаешь. Вот, но в принципе я достаточно переживательно к этому относилась, но я не могу сказать, что подготовка как бы проходила в таком безумном стрессе, потому что как бы мы не готовились вот в момент к экзамену, да, как бы подробно мы не готовились, все равно это результат того, что мы наработали до этого в более продолжительной перспективе. Вот, поэтому, что касается вот таких экзаменов в целом, мне кажется, самое важное, что здесь может быть, это систематичность и длительность подготовки, которая не столько связана с каким-то, с какой-то попыткой поглотить как можно больше информации, запомнить ее и потом воспроизвести, да, это скорее вот такой минус, который может быть при подготовке. А вот плюсом является то, когда ты хорошо ориентируешься системно в той теме, по которой тебе нужно сдавать экзамен. Хотя, конечно же, это такой очень пока общий, общий абсолютно ответ, и я думаю, что в ходе нашей беседы мы более подробно сможем рассмотреть все подробности, которые здесь важны. То есть вы считаете, что наилучшая стратегия подготовки – это вот стратегия марафонса, то есть когда человек учит долгое время, то есть постоянно учит какой-то материал, который проходит на занятиях, и на экзамене просто уже, ну, не надо специально к экзамену что-то запоминать, а сразу уже вся информация известна. Да, да, да. Самое важное, что может быть при подготовке, это когда ты не просто запомнил, и тебе нужно это только вот на один раз, да, а когда ты в этом достаточно свободно ориентируешься, и когда ты видишь какие-то вопросы, ты видишь какие-то задания, ты не испытываешь страх, что ты что-то забудешь, ты просто это знаешь, ты уверен в той информации, которую ты получил, в тех знаниях, которые ты наработал, и мне кажется, что такого уровня можно добиться только когда ты достаточно долгое время что-то изучаешь и достаточно глубоко погружаешься в какую-то тему на вот таком длительном, продолжительном периоде. А вот что касается, когда на экзамене в состоянии стресса, даже вот если человек, например, готовился и учил все, он может совершить какие-нибудь ошибки просто из-за того, что волнение. Есть какие-нибудь способы бороться с этим? На самом деле это серьезная беда, и вот буквально этой весной у меня на курсах по ЭСЭ как раз была студентка, которой нужно было сдать экзамен по ЭСЭ, то есть в течение трех часов мне нужно было писать текст на тему, которую она узнает только в начале экзамена. И это была студентка, которая совершенно прекрасно писала тексты на самые разные темы, очень глубокие, очень творческие, очень важные, но она очень волновалась перед экзаменом, и она все время вот как раз такие вопросы мне задавала, что ей делать, если, ну вот не в какую, а как справляться с этим? И на самом деле для меня это было немного удивительным, потому что, ну, в общем-то, для меня было совершенно непонятным, как человек, который так хорошо справляется с задачей, которая стоит перед ней на экзамене, вот волнуется, что она может что-то не сделать. Единственное, что я здесь могу порекомендовать, это стараться свое время дисциплинировать, то есть, например, вы знаете, в какое время вы сдаете экзамен, да, и поэтому подготавливаться тоже лучше в это же время, допустим, там, с утра или днем, да, или вечером, то есть все зависит от того, в какое время проходит экзамен. Также хорошо знать длительность экзамена и стараться при подготовке, когда вы выполняете какие-то задания, тоже следить за регламентом, который близок к экзамену, потому что обычно заранее оглашается, насколько вам будет выделено времени, каким образом вы будете работать, что вы можете иметь при себе и так далее. Вот эти все детали желательно выяснить заранее, и когда вы готовитесь, вот старайтесь себя тренировать именно в таком механическом смысле, то есть не в интеллектуальном, не в эмоциональном, а в механическом таком вот, чтобы вы привыкли к тому, что вы выполняете какую-то задачу вот в таких условиях. Понятное дело, что когда вы готовитесь дома, и когда вы приходите в аудиторию сдавать экзамены, это две совершенно разные ситуации, потому что непривычный стол, непривычное все, непривычные люди вокруг. Поэтому иногда тоже важно, когда вы готовитесь, немножко менять обстановку, в которой вы готовитесь. Может быть, не только у себя за столом это делать, а там куда-нибудь выходить, да, то есть может быть, в библиотеке попробовать подготовиться или где-то еще. То есть чувствовать, что то, что вы занимаетесь, связано не только с обстановкой, в которой вы находитесь, а то, что вы можете работать в совершенно любых условиях, в совершенно любых обстоятельствах. Это непросто, но это может действительно быть полезным делом, поэтому я так думаю, что это могло бы подойти для тех, кто волнуется. Ну и кто, на самом деле, вот серьезно испытывает давление, волнение, то тут бы я рекомендовала какие-то, может быть, дыхательные упражнения, какие-то, может быть, легкие физические упражнения перед экзаменом. Перед экзаменом? Да, да. Да, да, ну буквально какие-то невыматывающие тренировки, понятное дело, но какие-то гимнастические упражнения, которые позволят именно так взбодриться и чувствовать себя достаточно уверенным, расслабленным, приятно отдохнувшим и так далее. И вообще самое важное, что нужно делать перед экзаменом, это отдыхать. Очень плохо, когда ночь перед экзаменом проведена в подготовке к экзамену. Это обычно самый антирезультативный способ, к которому только можно прибегнуть. На самом деле лучше всего перед экзаменом, особенно если это какой-то ответственный экзамен, который не просто, допустим, идет сессия, да, и там вот каждый день есть там по экзамену по какому-то, а когда есть, скажем, там перерывы между экзаменами, как школьные экзамены, когда сдаем, там обычно несколько дней есть перерыва. Вот очень важно один день или хотя бы один вечер до экзамена отдыхать, не знаю, посмотреть какой-нибудь приятный фильм, почитать, может быть, книжку, погулять. Самое важное, что можно делать, это гулять, спешать свежим воздухом, если, конечно, погода позволяет. Потому что мозг тоже должен отдыхать, и если вы позволите себе расслабляться, а не только вот так вот в тонусе находиться, то вам легче гораздо будет и к работе возвращаться. То есть, понятное дело, что это не тот случай, когда полностью мы ничего не делаем, ленимся целую неделю, и потом очень сложно помнить, о чем мы готовились к экзамену. Конечно, речь не об этом, но такие моменты переключения между работой и отдыхом, они обязательно должны быть. То есть нельзя себя выматывать, нельзя злоупотреблять какими-то, не знаю, кофе или какими-то энергетическими напитками, которыми студенты очень часто злоупотребляют. Многие курить начинают именно во время сессии, потому что это позволяет им сосредоточиться, потому что никотин, в общем-то, по мнению некоторых врачей, достаточно благотворно влияет на деятельность мозга. Но все-таки не только на мозг он влияет, но еще и на сердечную, на дыхательную систему. И это плохо. Поэтому в этом смысле очень важно стараться аккуратно питаться, аккуратно себя как бы нагружать и какие-то позитивные эмоции тоже испытывать. Поэтому если вам помогает шоколад, то лучше сделать выбор в пользу шоколада, а не никотина. Я знаю, вот недавно мне рассказывали такую историю, что одна студентка для того, чтобы сдать все хвосты по сессии, она, чтобы не заснуть, отжималась все время. И это просто какой-то ужас на самом деле, потому что так нельзя. Серьезно говорю, так нельзя. Самое важное и самое ценное, что может быть при подготовке к экзамену, это отдых, и сон он тоже должен быть таким нормированным и вполне себе здоровым. Поэтому по максимуму все, что можно вот такое благоприятное себе сделать, не только в плане подготовки, но еще в плане такого самочувствия, то это обязательно нужно. И тогда этот стресс, он на самом деле снижается. Но стресс ведь очень часто возникает не только потому, что мы боимся сами, что мы что-то не сдадим, что мы что-то не сделаем и нас куда-то не возьмут. Очень часто какое-то давление еще есть со стороны. То есть иногда это давление со стороны друзей, иногда со стороны родных. К сожалению, бывают такие ситуации, когда мы друг на друга давим. Поэтому в этом плане тоже как-то сложно бывает. И важно устраивать такие доверительные отношения и отношения диалога в любом случае. Вот. Поэтому мой ответ пока такой. Вот еще уточнить хочу. Вот гулять или делать какой-то отдых от всего, от обучения, лучше в день перед экзаменом или, например, в середине промежутка между экзаменами, чтобы успеть потом еще раз нагрузить голову информацией? Я поняла. Это очень, кстати, важный на самом деле вопрос, но мне кажется, он достаточно индивидуальный. Поэтому тут как бы все зависит от личных предпочтений и времени, которое остается. Но все-таки желательно перед самим экзаменом вовремя лечь спать, то есть хотя бы до восьми закончить всю работу, час-два погулять, отдохнуть, посмотреть какое-нибудь кино, освободить голову вообще от всего на свете и лечь не позже, там, десять, пол-одиннадцатого – это максимум. И потом, когда вы уже идете на экзамен, тоже постараться себя оградить от всего, что только может быть. От соцсетей, от каких-то мессенджеров, от назойливых друзей, от всего этого нужно себя оградить, потому что малейший какой-то там стресс сбили с настроя, и это как бы тоже не очень хорошо. Поэтому на экзамен желательно идти бодрым, отдохнувшим и не вникающим в проблемы окружающего мира. Это такой вот момент, что касается до экзамена. И, конечно, после самого экзамена, когда вы полностью уже его сдали, все, конечно, тоже желательно до следующего дня отдыхать. Я могу поделиться историей такой. У меня, наверное, в средней школе есть базовой. Наверное, когда базовая, это какой-то десятый класс заканчивается. У меня просто не было десятого класса, у меня было два девятых из-за реформ образовательных, поэтому у меня во втором-девятом классе были экзамены, и потом сразу я попала в одиннадцатый, и потом опять экзамены. Вот, когда я училась в этом втором-девятом классе и сдавала экзамен, экзамены, вернее, вот экзамен по математике, у меня был очень стрессовый, потому что оказалось, что, во-первых, внезапно он был на третьем этаже, в связи с тем, что я на коляске, я не могу попасть на третий этаж, но хорошо мне друзья помогали подняться и так далее. То есть администрация в этом плане не пошла навстречу. Математика для меня, в принципе, ну, была достаточно таким приятным предметом, хотя я знала, что у меня есть серьезные, там, какие-то проблемы со счетом. То есть я вполне себе адекватно решала геометрию, у меня вполне нормально шла алгебра, там, различные уравнения, то есть это все было не проблемой. Проблема была всегда четко все посчитать. То есть я не знаю, почему на арифметике это вот какое-то мое слабое место. Вот, и в этом плане, как бы, я достаточно так переживала, что, ну, что-то я... То есть я могу все достаточно правильно решить, но посчитать я могу неправильно. Вот, потом на самом экзамене очень долго почему-то оглашали варианты, которые нужно было решать, да, то есть какая-то там была заминка с... Я не знаю даже с чем, потому что все равно же идут по телевизору оглашения всех вариантов, все как бы говорится, но почему-то мы там чуть ли не менее 40 минут ждали, когда, что, и то есть когда уже нервное такое напряжение, все начинают нервно смеяться, душно в аудитории, и это как-то все очень неприятно. Вот, то есть это тоже был такой момент достаточно стрессовый. Но в итоге сами варианты оказались достаточно простыми. То есть я готовилась к более сложным задачам, и сам экзамен по математике, в принципе, прошло достаточно так безболезно. То есть вот этот момент подготовки ответов на задания, да, там, черновик, чистовик, это все была не проблема. Вот, и потом, когда я ушла с экзаменом, мы там еще с друзьями договорились, когда и что мы в следующий раз где встречаемся, что смотрим, что делаем вместе, вот, но понятное дело, что все разбежались по домам, потому что там через день там был какой-то очередной экзамен, я уже не помню, что там была история, русский, белорусский, ну что-то было еще. Вот, и, в общем-то, меня родители привезли домой, они посмотрели на меня так внимательно, а у нас еще что-то там дома, то ли у соседей прорвало там что-то по сантехнике, и у нас как-то там заливало все дома. Ну, короче говоря, в общем, все было достаточно такое какое-то волнительное, но не так, что вот что-то серьезное случилось, но вот по мелочи все как-то вот кругом не стыковалось. Вот, посмотрели на меня мои родители, сказали, я знаю, что мы пойдем в кино. И вот мы пошли в кино, и на самом деле там какие-то мультфильмы были, причем, ну, я уже там взрослый, там, 15 или 16-летний человек, да, там, по-моему, шел мультфильм «Монстры против пришельцев», вот, и это было совершенно прекрасное там полуторачасовое время. Было очень здорово и хорошо, и я помню этот момент, когда мы уже в кино, и мне звонит один из моих друзей и говорит, о, я уже посмотрела результат, там все нормально. Я говорю, да-да, хорошо, но я сейчас не могу там говорить, давай потом, он говорит, нет, ну, подожди, ну, результаты, чего у тебя там так шумно-то? Я говорю, да я в кино, где ты, что ты? Я говорю, я в кино, вот, потому что, ну, а что делать? На самом деле, трястись и ждать результатов, это глупо, поэтому приятнее пойти в кино, вот. Я казалась, что экзамен я написала на десятку, вот, как бы вот, поэтому, если бы даже я написала его не на десятку, я думаю, все равно бы было бы неправильно сидеть и волноваться, трястись, какая же там у меня оценка и что, вот, поэтому обязательно после экзамена нужна какая-то разрядка, нужно делать что-то приятное. как-то себя наградить, вот, вне зависимости от того, какой будет результат. Вот во время экзамена вы как-то уже, когда получили задание, вы сразу как почувствовали, что ли, что, ну, что получится? То есть вот бывает такое ощущение, что вот, ну, как будто заранее знаешь, что действительно вот это написано. Да, 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 это такое на самом деле бывает. Я вообще очень подвержена вот этим моментам, когда прям вот так вот очень веришь, что вот сейчас, вот сегодня все будет круто, или, о, нет, сегодня будет тотальный облом. Это, да, это бывает, и, ну, вот, на самом деле, с экзаменами, конечно, никогда не знаешь, как поведет, не поведет, но на самом деле, я думаю, ощущение вот это все получится на экзамене возникает только тогда, когда мы спокойны и уверены в том, что мы знаем, то есть в том, что мы готовили. Вот, например, на централизованном тестировании по математике у меня возникла такая проблема, потому что я как раз очень неправильно сделала. Я весь день до ОЦТ я готовилась к математике, и я какие-то варианты решала, причем мы договорились с моим репетитором по математике, что вот надо будет делать это и это, и я сидела и решала задачи вместо того, чтобы сидеть и отдыхать. И я уже так замучилась их решать, то у меня была такая мысль, ой, надо еще посмотреть, как там высчитывается там что-то с окружностью, какая-то теорема, которая, можно ее запомнить просто как-то, я уже не помню сейчас, как это там звучит, да, но какие-то были упрощающие формулы расчета, я думаю, надо еще и их посмотреть. И потом я так устала, думаю, ай, не буду, ну и что, ну не буду, и все, и до свидания. Вот, и в итоге я пришла на ЦТ, и вот вместо тех задач, которые я решала дома, да, вместо аналогичных им, скажем так, да, как раз вот были те, которые мне надо было в сокружности не проверить, и мне пришлось эти теоремы вручную просто проходить, и я просто зря потратила время, и поэтому как бы заволновалась там где-то, не сосредоточилась на чем-то, и вот как бы такое было на самом деле, да, что я, с одной стороны, переработала за день до, и чувствовала, что надо было все-таки запомнить, проверить, там, повторить, да, но я это не сделала, и я уже шла с таким ощущением, что, ну, что-то я не сделала, наверное, что-то это будет не до конца хорошо, вот, ну и поэтому как бы получилось, что по централизованному тестированию, по математике у меня там не самый высоткий балл, вот, но в связи с тем, что я поступала в Европейский комитетный университет, там не нужно было централизованное тестирование, а там были свои экзамены, то как бы я была спокойна, я сдавала централизованное тестирование просто за компанию вместе со своими друзьями для того, чтобы не отставать от других, вот, и как бы я была уверена, что как бы вне зависимости от результата я в любом случае уже поступила в другой университет, меня уже приняли, у меня уже все в порядке, я уже уверена в себе, и как бы я просто это сдавала, во-первых, для репетитора по математике, во-вторых, для того, чтобы, ну, просто видеть какой-то результат, то есть как бы чего я стою, да, вот, но вот все равно как бы какое-то, конечно, такое минимальное волнение было, и как бы вот эти вот ощущения, что вот что-то я там не докрутила, да, оно как бы в преддверии экзамена было, но, ну, как бы как сажилось, так сажилось, ну и ладно. А вот, Ксения, вот вы в Европейский государственный университет поступали, и вот расскажите, как вы определялись выбором вуза, может быть, кто-то посоветовал? Да, спасибо, Европейский гуманитарный университет, я, кстати, когда прямо в первый раз, я тоже думала, что ЕГЛУ, вот, в аббревиатуре ГЭЭ, это государственный, но потом поняла, что гуманитарный. Что касается выбора, то я руководствовалась, в принципе, тем, что мне нужен был университет, в котором я могла бы учиться достаточно существенно время дистанционно, и так сложилось, что как бы в Белоруссии не было таких на тот момент опций, которые позволили бы какую-то профессию интересную получить дистанционным образом. То есть это было либо программирование, но мне как-то не слишком хотелось заниматься программированием всю свою жизнь, вот, поэтому я вообще хотела заниматься химией, вот, но так сложилось, что как бы объективно вряд ли бы у меня бы это получилось, вот, потому что лабораторные всякие исследовательские штуки, они как бы требуют какой-то мобильности, в моем случае это не так, вот, и поэтому я стала рассматривать Европейский гуманитарный университет именно как какой-то отличный вариант, интересный, неизведанный и абсолютно новый для меня, потому что я шла на специальности, которой я абсолютно не занималась до этого, то есть в связи с тем, что большую часть своей жизни я прям училась так серьезно-серьезно по всем возможным направлениям, единственное, что я не индива, я не очень рисовала, вот. Когда я была маленькая, конечно, я рисовала, как все дети, но я ничем визуальным не занималась, вот, и я увидела, что есть визуальный дизайн, можно поступить на него, я решила, что нужно попробовать, потому что это то, чего я совершенно не знаю, то есть это была совершенно новая какая-то приключенческая для меня специальность и направление, которое вот очень-очень интересно в итоге повернулось в моей жизни. Вот, поэтому как бы выбор, он был такой, может быть, немного неожиданный, да, немножко непредсказуемый, но вместе с этим тот, который оказался самым, наверное, интересным и который как бы до сих пор со мной, вот, потому что сейчас я преподаю там, учусь в докторантуре уже и преподаю там, вот, поэтому это было здорово. А как вот вы сдавали, там был экзамен по рисованию? Вот мне очень повезло, потому что в год, когда я подавала документы на заочное отделение, на которое я поступала, то есть заочное дистанционное отделение, экзамена по рисунку не было. Вот в этом смысле мне безумно повезло, потому что, наверное, если бы я сдавала экзамен по рисунку, вернее, по рисунку, по композиции, то, как бы, наверное, мои шансы бы поступить были бы более низкими, но, в принципе, как и тогда, так и сейчас в ЕКУ очень важен не только технический, как бы, вот, момент навыка какого-то, да, но еще и умение написать мотивационное письмо, да, то есть подать себя как такой проект, вот. И я подавала мотивационное письмо, она там описывала, почему я выбираю этот университет, почему я хочу поступать на дизайн, почему, несмотря на то, что это новое для меня, я все равно вижу, что я должна заниматься этим. Вот, я подавала портфолио, в котором были указаны, там, мои какие-то достижения, какие-то моменты, связанные с моей литературной деятельностью, потому что на тот момент у меня уже было несколько публикаций, и, в общем-то, у меня уже был написан роман, но он еще не был опубликован как книга, вот. И по результату вот этого, как бы, такого проектного момента, как бы, меня, меня... Ну, то есть у меня были хорошие результаты по экзамену по английскому, да, который вот, он был обязательный, вот, у меня был хороший аттестат, вот, и поэтому вот все вместе, как бы, оно позволило быть зачисленным, вот. Но, конечно, надо сказать, что первый год у меня было не очень просто учиться, потому что с нуля научиться какие-то делать визуальные штуки – это было непросто, но к концу года я уже вышла на уровень, как бы, одной из лучших в своей группе, вот. И, в общем, хотя это был очень непростой год, я думаю, что это был интересный и замечательный год, когда я поняла, что я могу научиться очень многим вещам, которые для меня были непривычными и немыслимыми, там, какие-то еще, там, пару лет назад. Вот. Что вам наиболее запомнилось за время обучения? Что-то, вот, может, вдохновило, чтобы остаться и дальше там продолжать работать? Такой интересный вопрос, потому что, на самом деле, воспоминаний про учебу очень много, но самые счастливые воспоминания, самые важные такие, которые остаются, это воспоминания про друзей, вот, потому что у меня, на самом деле, я очень волновалась, что в момент, когда я поступлю в университет, то, как бы, у меня, может быть, будут какие-то, ну, как бы, не то чтобы проблемы, но какие-то нюансы вот с общением, потому что до этого 11 лет я была в школе, да, а тут сейчас, как бы, в начале учебы в университете я, как бы, осталась дома, все друзья поступили в другие университеты, и, конечно же, мы виделись периодически, но я очень волновалась, что, как бы, вот этот момент вот счастливой дружбы такой, он закончится, но в университете так все как-то благополучно сложилось, что у меня очень быстро появились друзья, и каждый раз, когда мы приезжали на сессию в Вильнюс, мы прекрасно проводили время, то есть мы всегда как-нибудь ходили, мы что-нибудь отмечали, мы даже футболом взялись смотреть, то есть там в какой-то из годов, по-моему, в 2012 году, или в 2014, вот я вот сейчас не помню, какой-то из, наверное, это был 2012 год, да, точно, 2012 год, наверное, это был евро в Польше и в Украине, вот, и между экзаменами мы вот успевали ходить на футбол, смотрели матчи и очень классно проводили время на площади, на Локичу, это очень было, было такое очень классное время, вот, и, в общем, я всегда с огромным удовольствием это вспоминаю, это самое такое замечательное, что приключилось со мной в университете, но, конечно же, сама учеба тоже была интересной, и такой самый важный результат, которого я добилась во время своего бакалавриата, это, конечно, проект оформления моей книги «Одворотный блок-люстра», потому что это был мой дипломный проект, вот, и, как бы, с ним я начала такой дизайн, свою деятельность, хотя, вот, на данный момент я в меньшей степени ею занимаюсь, я уже сейчас занимаюсь больше исследовательскими вопросами, потому что после бакалавриата я поступила в магистратуру, где написала диссертацию, которая была посвящена дизайну белорусских денег, вот, на основе этой диссертации вышла у меня монография, которая тоже была издана в моем университете, и сейчас в докторнатуре я продолжаю это исследование, вот, поэтому в плане, в плане, как бы, такой учебы-карьеры, это тоже, конечно, очень важный, важный для меня путь. Что вы сейчас исследуете? Сейчас я, ой, это, как это, у меня все время, как это, есть такой момент неловкости, когда мне надо воспроизвести тему моей диссертации, она называется «Незримые деньги. Трансформация практик символического обмена в цифровую эру». Вот, это очень такой, такой сложный набор слов, вот, я не всегда его легко воспроизвожу сама, вот, но сейчас это, как бы, фокус основной в этом исследовании, уже не только сам по себе дизайн бумажных денег, да, или металлических денег, но это еще переходные моменты, то есть возникновение цифровых денег, и каким образом они визуально оформлены, и что это значит для идентичности, например, да, для того, чтобы мы сами себя каким-то образом понимали через эти деньги, да, через пользование этими деньгами. Вот, то есть что с нами происходит, когда мы переходим с материальных денег на цифровые деньги, то есть каким образом это влияет на наши социальные отношения, которые являются не только экономическими отношениями, но включают в себя еще какие-то совершенно другие аспекты, там, начиная с эстетического момента, да, вот, и заканчивая какими-то более такими социально дифференцированными моментами, то есть когда мы понимаем, что мы пользуемся какими-то деньгами не только потому, что это финансово, объективно необходимо, да, но еще потому, что это, допустим, там, деньги конкретной страны, или мы куда-то эти деньги откладываем на какие-то специальные нужды. Вот, то есть вот этот момент как раз является таким ядром моего исследования. Ну и вообще вопрос о том, каково место визуального для денег в будущем, то есть будут ли они каким-то образом утверждаться визуально и какие какие-то, может быть, дополнительные значения эти деньги будут приобретать. Интересно. Спасибо. Спасибо, Ксения, за такую интересную беседу. Я думаю, не только мне, но и зрителям было интересно узнать про способы подготовки к экзаменам, не только, но и с вашей точки зрения. Спасибо огромное, Николай, за возможность побеседовать и поговорить на эту важную тему. У вас очень классный Майк Валовский стоит за спиной. Мне кажется, у меня тоже когда-то такой был. Где-то он должен быть, наверное, до сих пор. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok